Под этими словами готов подписаться наш следующий гость, путешественник-экстремал Богдан Булычёв. Он ищет опасных приключений в самых заповедных местах России и жить не может без выброса адреналина. Здравствуйте, Богдан, спасибо, что приехали. Здравствуйте. Мы хотели бы услышать от вас о вашем проекте «Евразийское кольцо», как проходило ваше путешествие и за сколько дней вы добрались из Лиссабона в Магадан? Восемь дней это на все путешествие или вот только на этот промежуток? Восемь дней это только на часть нашего маршрута. Маршрут состоял из трех частей. Первый Москва-Лиссабон, потом Лиссабон-Магадан, самый скоростной, потом из Магадана в Москву, но через другие страны, через Азию, по Памирскому тракту, то есть так, как обычно никто не ездит. И на одной машине? Да, мы ехали на одной машине, это наша семейная машина, хотя в предыдущей экспедиции мы ездили на автомобилях пресс-парка, потому что их было больше и как бы свою немножко жалко. И вы никак не готовили эту машину? То есть она не специальная, она обычная? Это у нас уже не первый проект, мы делали до этого несколько проектов. Первый проект год назад мы ехали по России от Питера до Магадана, посвященный 70-летию русского географического общества, снимали фильм, который совсем недавно вышел. Можно посмотреть на нашем канале в YouTube. Второй проект был, мы поехали в Арктику, из Иркутска, по льду Байкала, через Зимники, по замерзшим рекам, по морю Лаптевых, то есть прямо вот в Заполярье. И это был третий проект такой глобальный. И основная вот специфика всех этих проектов, мы всегда едим на стандартных машинах. Тем самым мы хотим показать, что любой человек на стандартной машине может собраться, взять жену, друзей, просто кого-то и отправиться в Питер. Но вы же сейчас вот ехали из Лиссабона в Магадан по верху карты, а там же вот как раз эти те самые Зимники, болота, там же проехать в октябре нельзя. Как вы проехали в подготовленной машине? Вот как раз таки из Лиссабона в Магадан можно проехать, потому что это круглогодичная федеральная трасса, которая действует постоянно. А вот когда мы ехали в Арктику, там да, где-то примерно с Колымской трассы между Якутией, Якутском и Магаданом есть отворот. Отворот, как говорится, в никуда. Если ехать летом, то через 60-80 километров заканчивается дорога и начинается Зимник. Просто расскажу, что такое Зимник. Зимник это зимняя дорога, которая есть только зимой. Она, как зачастую, проходит либо по руслу замерзшей реки, по руслу озера, по тундре. То есть просто проезжает трактор, за собой тянет либо покрышку, либо там цепи, либо отвалом прочищает ее один раз, и все, по ней все остальные ездят. Ребята, вот это дорога. Это официальный Зимник. Отныне. Не ехать здесь. Не официальный Зимник. Это когда кто-то просто проедет на большой машине, сделает колею, и она постепенно накатывается. Ну, конечно, такие люди есть. Потрясающе. Ну, вот 8 дней вы говорите от Лиссабона до Магадана. Какое расстояние-то это? Как надо было ехать, и как возненавидеть автомобиль, дорогу и людей вокруг? Уже постоянно ехали. Если быть точным, то 7 дней, 22 часа, расстояние 15 тысяч километров. Это по 2 тысячи в день. Да, у нас самое большое, сколько мы проехали за день, мы проехали 2700 километров. Это был европейский участок с автобанами, со всем. То есть мы там ехали очень быстро. Иногда скорость доходила до 220. С такой скоростью еще можно ездить? Ну, да, в Германии на автобанах нет ограничений, можно ехать. Но это в Германии, а вообще за превышение останавливали? Нас за превышение... Или вы сейчас уже по прибытии штрафы собираете? Вы знаете, я признаюсь честно, я заплатил очень много штрафов за российскую. Но мы ехали все равно в рамках ПДД, ПДД не нарушали. Но, знаете, вот всегда вот на такой вот... На грани, да. И вот иногда эта грань, там где-то не успевали отормозиться, чуть езжали. То есть небольшие, они штрафы небольшие по размеру, но в сумме, это получилась приличная сумма, нужно соблюдать ПДД. И еще раз говорю, я больше никогда в жизни поеду в такое путешествие именно на скорость. Потому что мы чувствовали себя, как белка и стрелка, запущенные на орбиту. А как вы там отвлекались-то? Ну, это с ума сойти. Вот постоянно ехать, постоянно ехать. Я вам расскажу еще больше даже. Знаете, у меня есть морская болезнь. То есть я один из тех счастливчиков. И где-то примерно... Меня никогда не укачивает в машине, но на третий день я понял, что меня укачало. Я уже не мог. То есть когда доходило... Когда я рулил, все было хорошо. А так говорят, что кто за прям, того не укачивает. Но когда нужно было садиться или ложиться спать, все, я не мог. У меня началась кожица голова, и я сонно говорил, давайте я поведу. То есть лишь бы вести. Ну, через еще день я перекачался и уже чувствовал себя огурцом. То есть психологически тяжело. Больше не физически, а психологически. Во-первых, постоянно запредельные скорости. Ты едешь постоянно на грань. То есть нет такого, что ты обогнал и притормозил. Ты всегда едешь быстро. Причем есть такая... Так, мы отстаем от графика. Это еще вот, ну, как бы так. Но вы же не молча едете, вы, наверное, музыку слушаете, о чем-то говорите. Мы прослушали... Мы прослушали кучу аудиокниг. Мы прослушали кучу каких-то историй друг друга о жизни. Мы записывали видеодневники, когда все остальные спят о своих мыслях, что, господи, я больше никогда сюда не поеду. Как в космосе. Да, то есть это действительно было так. А мы знаем, что вас даже ограбили там где-то по пути. Да. На первом этапе, когда мы ехали из Москвы в Лиссабон, в Амстердаме, в центре города, мы поставили машину у канала и спокойно там сели в кафе позавтракать. Через минут сорок, через час, когда вернулись назад, разбитые два окна, стоят вот эти велополицейские голландские. Все, по факту, вытащили все фото-видеооборудование, несколько объективов. Даже штатив забрали. То есть вот штатив, две тушки зеркальные, квадрокоптер. Ну вы, наверное, разбросали там все по сиденьям? Вот не соблазнились? Вот в том-то все дело, что нет. Машина, задняя часть даже была затонирована. То есть ясно все было в сумках, но как бы я думаю, что в этом даже было и плохо, потому что они разбили все в сумках, удобно просто сумочки забрали. Взяло, пошло. Но они выкинули спутниковые телефоны с сумки и вытащили антирадар. То есть это говорит о том, что они как бы еще смотрели. Человечные какие воры. Они знали, что спутниковый телефон можно отследить. Да, мы бы отследили сразу бы их. В полицию обращались или дальше? Мы обратились в полицию, потеряли на этот день. То есть на самом деле полицейские там очень такие галантные, голландские. У них есть бесплатные там кофемашины, причем с очень вкусным кофем. Они нам нашли адрес ближайшего сервиса, где можно заменить стекло. Мы поехали туда, заменили там стекло на временное, на пластиковое. И с этим стеклом мы доехали до Магадана, а потом еще из Магадана до Читы. Потому что нигде нельзя было поменять стекло. Успевали как-то разглядывать, что вообще вокруг проезжаете? Красоты какие? Нет. Ты едешь на автомате, ты сконцентрирован полностью на все твое внимание на дороге. Потому что действительно на больших скоростях и безопасность движения. Все это поэтому вот... Это громко. Мы назвали это, это как лиман. То есть мы такие параллели проводили. Но еще раз говорю, я больше в такое никогда в жизни не поеду. Теперь только обычные, спокойные, размеренные путешествия, экспедиции. Когда можно приехать, выставить камеру, выбрать картинку. Лечь на сузлом, надвинуть, понадобиться. Нет, 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 лучше лечь на траву, полежать, понимаете, то есть посозерцать, я не знаю. То есть вот должно быть немножко по-другому. То есть хочется получать удовольствие от вот того, от происходящего. Да, а не просто вот этот... А правда, что вас Че Гевара вдохновил на это путешествие, еще когда был врачом? Да, он не на это путешествие. То есть тут есть некая предыстория. Полтора года назад я был обычным менеджером в аэропорту, топ-менеджером. Я был коммерческим директором аэропорта. Ну нет, начнем с того, что я как бы начал с обычного менеджера и дослужился. Все по-честному. Никаких там продвижений у меня не было. У меня два авиационных образования. И я посвящал всю свою жизнь аэропорту. И в какой-то момент я просто присел, нажал на паузу, да, как бы, и проанализировал свои последние несколько лет. Я понял, что день сурка. Да, у меня там, я купил новую машину, я сделал какой-то ремонт, я съездил, как и все, раз или два раза в год в отпуск. Но что-то вот... Я понял, что прошло там три или два года, а событий никаких нет. Думаю, надо что-то менять. Потому что, во-первых, не в старости внукам ничего не рассказать. Если еще и в рай попадут, то в раю вообще не о чем будут говорить. И поэтому я решил поменять все в корне. Я уволился из аэропорта. Я открыл свой небольшой бизнес. И в детстве я, как бы, сначала читал эту историю, а потом посмотрел фильм, как молодой Че Гевара путешествовал на мотоцикле. Я очень хотел повторить этот маршрут, немножко его изменив, еще заехав в достопримечательности по Южной Америке. Позже я к нему добавил уже и Северную Америку маршрут. И этот маршрут у меня до сих пор такой маршрут мечты. И вот в первое путешествие, когда мы поехали с Питера до Магадана, я хотел поехать на мотоцикле, отрепетировать этот маршрут. Попробовать его там. Но когда мы поняли, что нужно снимать видео, самим снимать не очень удобно. Мы не профессионалы. Соответственно, появились операторы-фотографы. Когда я увидел, сколько у них оборудования, я понял, что они не помещаются в мотоцикл. Когда мы организовали им машину, я понял, что если мы едем на мотоцикле, а они на машине, то в сухую погоду мы уезжаем от них, они отстают. В мокрую наоборот, мы не едем, а они в комфорте. Соответственно, чтобы уравнять шансы, я отложил мотоцикл, а мы поехали на машину. Поэтому это часть вот того вдохновения, да. Но мото-путешествие по Америке и Южной, и Северной, оно у меня до сих пор вот в планах, и я обязательно его сделаю. Мы желаем вам удачи. Потом приходите к нам, обязательно рассказывайте. Спасибо. Да, будем следить за вашими успехами. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.